Спортивный спектакль 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 Югры принес свои плоды. После розыгрыша углового Игорь Жданов забивает столь важный для гостевой встречи гол. 1-0, и интрига закручивается снова сильно. Страсти накаляются, игра становится более жесткой. Сначала травму получает Алексей Петров, а спустя несколько минут самостоятельно уйти с паркета не может уже Александр Фукин. А Фернандиньо продолжает искать счастье у чужих ворот. Хозяева, перехватившие инициативу, не пускают югорцев в свою зону. Но для Робиньо это не проблема. И если кто-то скажет, что голкипер обязан брать удары середины площадки, то пускай попробует справиться с вот таким вот выстрелом бразильца. 2-0, и уже Динамо в роли догоняющего. Гости на достигнутом не останавливаются, и только удача позволяет динамовцам уйти на перерыв, уступая лишь в два мяча. На отбой. Именно так приходится играть Газпрому с первых минут. Выручать гостей берется голкипер Тиаго. И все же настойчивость Динамо вознаграждена. Тиаго воротов вновь спас, но вот с добиванием Тату не справился. 2-1. Ничья по сумме двух встреч, и все начинается сначала. Югорцы продолжают отчаянно отбиваться, сдают нервы у Тиаго, а натиск подопечных Тина Переса только растет. За шесть минут до финального свистка москвичам все-таки удается сломить сопротивление гостей. Сергей Коридзе, неведомым для футбола приемом, пытается прервать атаку своих ворот, за что Динамо зарабатывает штрафной. Ромула пробивает Тиаго. 2-2. Затем Павел Кобзер делает счет 3-2. А когда Югорцы предпринимают попытку сравнять результат, своего все-таки добивается Фернандинио. 4-2. Беснование на скамейке Динамо рев на трибунах и становится ясно. Москвичи победу не упустят. Но не таковы подопечные Миль Тиньо, чтобы сдаваться раньше финального свистка. Им удается заработать пенальти и Лукаян пробивает Алексея Попова. 4-3. Робинио меняет в воротах Тиаго, идут последние секунды матча и победную точку ставит никто иной, как голкипер Алексей Попов. Одноклубники виснут на нем, но он будто не чувствует тяжести. А спустя несколько минут, чуть расслабившись, он скажет. Я посвящаю победу и забитый гол Максиму, сыну своему и жене Елене. Через несколько мгновений после финального свистка качают Тина Переса. Динамо – обладатель Кубка России. Я хочу поблагодарить также спортсменов за то старание и усердие, с которым они играли. И теперь мы продолжаем работать уже с мыслями о продолжении чемпионата России. Во-первых, хотел бы поблагодарить публику, пришедшую на матч, было много болельщиков. Во-вторых, хотел бы поблагодарить команду соперника, потому что действительно очень храбро сражался на сегодняшний оппонент и обе встречи были достаточно равными. Да, московскому «Динамо» вновь удалось завоевать Кубок России, но конкуренция в турнире достигла такого уровня, что остается с нетерпением ждать следующего розыгрыша. А пока переключить все свое внимание на чемпионат. Там, без сомнения, тоже будет жарко. Михаил Вальдфогель, специально для Ассоциации мини-футбола России. Смотрите трансляции матчей на сайте Ассоциации мини-футбола.